Привет, друзья! Так начинается у нас сегодняшний день, а именно с поездки. И ролик начнется точно так же. У нас с вами будет сегодня небольшая экскурсия в детский сад Мечтателей. Это новостройка, и она еще не сдана. В сентябре ожидается сдача, а сегодня у нас какой месяц? Июнь. Июнь. И мы с Сергеем едем, чтобы показать и рассказать, с чего начинается большинство наших проектов по оформлению образовательных пространств. Поэтому давайте с нами. Будет интересно. И гоу в сюжет! Ну что, друзья, вот так вот выглядит детский сад в деревне Ясари. Это Пермский район, новостройка. Собственно, он еще не сдан, поэтому самое время заняться разработкой фирменного стиля и оформлением помещений. Нас попросили разработать навигацию для того, чтобы было удобно сориентироваться. Детский сад, я сейчас приложу план, находится, точнее, выглядит в виде бабочки, поэтому вроде бы симметрия, что тут сложного, но на самом деле, когда заходишь внутрь, очень легко запутаться. Сейчас уже каждое крыло детского сада открашено в свой цвет. Это задумка детского сада администрации, так как мы развиваем разные навыки у детей. Здесь история про профессии и, соответственно, каждая профессия, точнее, типу профессии соответствует свой цвет. Предлагаю сейчас посмотреть каждый тип помещений, с которым нам предстоит работать и, собственно, сами увидите, как оно будет преображаться. Пойдем со мной. Итак, друзья, напомню, что детский сад «Мечтатели» это история про профессии. Ну, можно сказать, такой город профессии. Все крылья детского сада имеют свой цвет. У нас четыре основных цвета. Синий, зеленый, красный, желтый. Каждый цвет относится к тому или иному типу профессии. В каждом этом крыле будет своя тематическая зона для работы с этой профессией, где дети будут о ней узнавать, пробовать, либо со знакомствами с навыками полезными этой профессии. Вот так. Итак, друзья, мы зашли с вами в группы. На первом этаже и на втором группы отличаются друг от друга следующим образом. Вот смотрите, в классическом детском саду, открывая дверь группы, ты попадаешь в раздевалку. Как видите, за моей спиной находятся ящики для раздевания. Но, если мы посмотрим с вами за Сергеем, то вы видите еще одно помещение. На самом деле, это по проекту такая двойная раздевалка. В первом помещении у нас снимается верхняя одежда. Здесь находится шкаф для сушки. И дальше уже, собственно, мы раздеваемся в ящички индивидуальные и переходим в группу. Администрация учебного заведения, понимая, что очень много места пропадает, в группах место все занято под систему хранения, под игрушки, предложила такую штуку. Там, где находится сейчас Сергей, мы ставим ящики. То есть, это у нас зона раздевалки, как в любом другом детском саду. А второе помещение, которое у нас сейчас раздевалка, будет размещаться в творческой мастерской, которая будет знакомить детей с миром той или иной профессии, собственно, тематически связанной с цветом этой комнаты. Итак, друзья, это второй тип помещения. Он отличается от первого следующим образом. Если изначально мы заходили с вами в дверь, потом у нас ко второму помещению была просто арка без двери, то здесь мы изначально заходим в открытое пространство, и это большой плюс. Соответственно, любой человек, который проходит по коридору мимо, может нырнуть и познакомиться с теми учебными материалами, с которыми работает учебное заведение. Это очень круто, потому что мы с вами тратим деньги, и тогда, когда наши пособия стоят без дела, мы, по сути, теряем с вами деньги. А когда у нас любой участник учебного процесса, будь то родитель или ребенок в свободное время зашел и с чем-то позанимался, то это либо работает на развитие бренда учебного заведения, либо на развитие навыков того самого ребенка. Это круто. Соответственно, мы с вами не тратили время, просто организовали удобный доступ к учебным пособиям, и таким образом наше учебное заведение достигается новых и новых результатов. А деньги тратили все те же самые. Вот так. Смекайте. Итак, друзья, мы с вами сейчас находимся в спортивном зале. Выглядит он вот таким образом, но в чем тут проблема? Во-первых, цвет стен строители перепутали. Они перепутали актовый зал и спортивный. Вот этот цвет должен был находиться там. А сейчас, когда мы пройдем в актовый зал, там будет яркий, насыщенный желтый цвет, который был должен мотивировать детей к занятию активным образом жизни. Но будем работать с тем, что имеем. Перекрасить стены уже не вариант. Так же, как и поменять залами. Ставим, потому что внизу у нас находится специальный мягкий линолеум. Это очень классное решение. Если будете задумываться, что же придумать у себя в учебном заведении, обязательно обратите внимание на него. Он действительно мнется и очень износостойкий. Соответственно, матов нам надо меньше. А ходить по нему классно. Здесь у нас с вами две стены под оформление, потому что все остальное будет занято системами хранения. Зал не очень большой, но вот даже сейчас, когда я с вами разговариваю, не такое большое эхо. Помещение хорошо просматривается, достаточно хорошо вентилируется. И с ним будет очень удобно заниматься детям. Это новостройки. Тут уже более-менее все продумано. Как бы есть, конечно, вопросы по техническим помещениям, почему они там находятся, а не здесь. Но по остальному, вот сейчас прям уже вижу, как здесь все будет. Стена, которая находится слева от меня, у нас оформляется рисунками, а стена, которая у меня находится за спиной, в будущем принято решение, что там будет находиться интерактивный скалодром. Соответственно, мы ее оформляем минимально, с учетом того, что потом будет монтироваться именно основное игровое поле, плюс будет интерактивное оборудование. Поэтому сейчас мы сразу продумываем, что мы будем туда ставить, чтобы потом не проводить никакие коммуникации, уже по готовому, хорошо подготовленному помещению. И оформление, опять же, не помешало расположению основных элементов. Вот такая сложная задача нам предстоит. Итак, друзья, справа от меня находится лестница на второй этаж. Поднимаясь по ней, у нас будет находиться зона навигации, чтобы понимание было у людей, куда идти, в какую сторону, где детей встречать, а куда попадать, собственно, в какой зал. И если мы откроем вот эту дверь, то попадем с вами в актовый зал. Собственно, я в него вас и приглашаю. Давайте посмотрим, как он выглядит сейчас. Итак, друзья, мы с вами попали в актовый зал. Напоминаю, что в большинстве учебных заведений актовый зал совмещается с танцевальным залом, да, еще с залом пения. Собственно, здесь то же самое. Поэтому на этой стене у нас будут располагаться зеркала, а все остальное идет под оформление. Самое сложное – это оформить зону сцены. Она находится вот здесь. И, собственно, что здесь будет? Будет зонирование за счет штор, а дальше мы будем думать, потому что стены достаточно яркие, нам нужно придумать решение, которое будет очень удобно трансформировать это помещение. Соответственно, либо какие-то рамы мы придумаем, либо мы открасим, а скорее и то, и другое, потому что сейчас все это достаточно сложная история. А по другим стенам все достаточно просто. Там, где много окон, будет много штор. Там, где штор нет, соответственно, это задняя часть нашего помещения, будут находиться графические рисунки. Все это будем рисовать и смотреть, что из этого выйдет. Ну что, друзья, что хотел, то показал. Скажете, почему нет проходок по кабинетам, по коридорам, а смысл? Все это увидите в финальной части, когда уже все будет готово, детский сад будет готов к открытию, там мы это и покажем. Сейчас, чтобы не растягивать сюжет, остановимся на том, что есть. Ваша задача – подписаться на канал, потому что только в этом случае вы увидите уведомление о том, что вышло новое видео, и вы будете в курсе последних событий нашей деятельности. С вами был Александр. Канал «Есть вопрос». Не затягиваем долгий ящик и приступаем к работе, чтобы быстрее выпустить новую серию для вас. Всего доброго и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова